Делание анестезии на исходы онкологических операций, миф релиальность. Несмотря на развитие эффективной химио-лучевой терапии, хирургические вмешательства остаются основным методом лечения многих видов злокачественных новообразований и требуют проведения анестезии. Операция связана с раздействием стресс-реакции, который приводит к каскаду метаболических нейроэндокринных, гематологических, воспалительных и монологических процессов, которые приводят к умносупрессии. Операция также повышает шансы на рост опухоли и метастазирования вследствие выхода циркулирующих опухолевых клеток при хирургической резекции. Анестетики могут вызывать молекулярные изменения в раковых клетках, влияя на пролиферацию, ангиогенез и апоптос, а также усиливать иммуносупрессию у онкологически больных, перенесших операцию. На слайде показана типичная ситуация, когда после резекции опухоли все равно на нее, на процесс влияет и хирургическая активация за счет операции стресса. Переоперационная иммуносупрессия вызвана не только хирургическим стрессом, но и переливание гемологичной крови, переохлаждением. Также происходит миграция опухолевых клеток, и на все это воздействуют наши препараты анестезиологического пособия. История вопроса. Гипотеза о возможном влиянии анестезиологических агентов на течение онкологического заболевания впервые в СССР была рассмотрена коллективом ученых НИИ онкологии, в котором я сейчас работаю, имени Петрова, под руководством профессора Фрида в 70-80-х годах XX века. В то время арсенал врача-анестезиолога состоял из-за нейролептонагезии и инкалиционного наркоза, уходил в прошлый эфир, широко использовался фторотан. На основании экспериментальных данных было показано, что анестезия может влиять на течение заболевания опосредованно через иммунную систему за счет снижения выраженности проявления симпатоадреналовой реакции, так и непосредственно воздействия на опухоли клетки. Была высказана гипотеза о атецетическом действии галатана. Исследование уровня 11 оксикитостероидов в периферической крови и морфологических изменений в лимфоидной ткани, выполненной на интактных и надреналоктомированных крысах, показало, что через 3 часа после анестезии эфир уровень 11 оксикитостероидов возрастает более чем в 2 раза, в отличие от стресса непродуцирующего, как тогда считалось ранее, галатанового наркоза. Это все было подтверждено клиническими исследованиями на больных. Использование галатанового наркоза у 44 больных раком в желудке не приводило к активации симпатоадреналовой системы. А у 77 оперированных пациентов колоректальным раком она регистрировалась достоверно на более низком уровне, чем при любом другом виде анестезии. Анализ получавших лечение 1358 больных раком молочной железы, 554 из которых были оперированы под ингаляционной эфирной анестезией, а 804 под ферратан кислородной анестезией, установив, что отдаленные результаты у пациентов, оперированных под старотановым наркозом, были намного лучше, чем под эфирным. Подобные результаты также были получены при стадии 373 больных, оперированных по поводу рака желудка. Какие же основные направления сейчас существуют в цели изучения данной проблемы? Определяются три основных направления. Существует ли непосредственное влияние препаратов для анестезии и обезболивания на опухолевые клетки и каковы механизмы этого воздействия? Второе. Какое влияние оказывает обезболивающие препараты и средства для наркоза на противоопухолевый иммунитет и опосредованно на рецидив опухоли после операции? И третье. Могут ли региональные методы анестезии и обезболивания по сравнению с общей анестезией и применением опиодных анальгетиков снизить частоту послеоперационных рецидивов рака? Соответственно, были проведены исследования, большинство из которых проводилось или на животных, или инвитро на раковых клетках. Так, на раковых клетках было показано остеосаркома человека, что применение пропофола придет к снижению их способностей к инвазии, опосредованно на модулирование специфического белка RH0A, белка, который отвечает за матрикс раковых клеток. Также пропофол инвитро повышает концентрацию микро-Н-142, чем ингибирует клеточную проливерацию и инвазию, а также апоптос в клеточной линии остеосаркома. Хайтик и соавторы продемонстрируют, что ингаляционные анестетики, в отличие от пропофола, модулируют экспрессию генов проливерации в опухолях, клетках рака груди и головного мозга человека. Одним из основных предикторов, маркеров, а также ведущих, имеющих значение для развития онкологического процесса является гипоксия, индуцирующий транспорционный фактор, HIF. Он считается ведущим транспорционным регулятором генов млекопитающих, ответственным за реакцию на недостаток кислорода. Он активируется в физиологически важных местах регуляции кислородных путей, обеспечивая быстрые и адекватные ответы на гипоксический стресс, включает гены, регулирующие процесс ангиогенеза, вазомоторный контроль, энергетический метаболизм, эритопРПС и апоптос. В различных условиях HIF1-α может провоцировать как образование злокачественных опухолей, так и их апоптос. Повышенная экспрессия H1-α зарегистрирована при всех онкологических заболеваниях человека. На слайде представлен механизм его синтеза H1-F-α и его эффекты. Рецептор напосредованно запускает синтез H1-α. Гипоксия усиливает синтез H1-α. Здесь он встречается с другими участниками стимуляции гена, ответственного за ответ организма на гипоксию. И образуется множество цитокинов, которые ответственны. Одни за ангиогенез, другие за метаболизм, другие за прелеферацию и метастазы раковой клетки. Из множества проангиогенных факторов, участвуясь в физиологическом и патологическом ангиогенезе, наиболее важным эффектором является фактор роста эндотелия сосудов. ВЕКВ-ВИГФ-Альфа Повышение экспрессии ВЕКВ коррелируется с неблагоприятным прогнозом и высокой вероятностью рецидива. Существует высокоэффективный онкологический препарат АВАСТИН, БИЗОЦИВОМАП Специальный препарат моноклональных антитер против этого фактора эффективен при метастатическом колоректальном раке. Были проведены исследования, как же анестетики влияют на синтез этого фактора. В исследованиях инвитера было показано, что вторсодержащий ингаляционные анестетики повышает его уровень особенностей изофлоран и, соответственно, увеличивается выродка ответственных за ангиогенез факторов. Сиофлоран усиливает пролиферацию опухолевых клеток, инвитер, за счет именно усиления продукции HIF-фактора. Галатан же обратимо ингибирует синтез HIF-альфа-фактора. В отличие от ингаляционных анестетиков, пропофол подавляет синтез его и тем самым, как считают исследователи из Японии, подавляют, реализуют свой противоопухолевый эффект. Барбитураты снижают его синтез. В местной анестетике исследование было преднено лидоковине и бубикоине не влияет на синтез HIF-1-альфа-фактор. Второе направление – иммуносупрессия. Операции вызывают иммуносупрессию посредством секреции провоспалительных и противовоспалительных цитохинов и способствуют ускользанию некоторых опухолеклеток от иммунного надзора. Последовательный период считается наиболее измененным для метастазирования. Из-за подавления клеточного иммунитета первой линии обороны в отношении опухолеклеток наиболее выраженно снижается уровень натуральных киллеров. Было предъявлено исследование о влиянии различных препаратов для анестезии на уровень клеточного иммунитета. Так выяснилось, что ингаляционные анестетики снижают уровень натуральных киллеров. Из-за флоран снижал не только уровень натуральных киллеров, но и также подожжал токлеточный иммунитет. Пропофоже, наоборот, снижал риск метастазирования, так как повышал и стимулировал активность натуральных киллеров и ингибировал циклоксигеназа второго типа и снижал формирование пластаргандинов Е2 в опухолеклеток. Гитамины Т-пентал подавляли активность натуральных киллеров и повышали риск рецидива рака. Медазолам снижал уровень интерлекина-8 и хемотоксических факторов, которые опосредуют адгезию и миграцию нейтрофилов, а следовательно способствуют развитию иммуносепрессии в организме человека. Нейроэкциальная же блокада, в отличие от общей анестезии, в большей степени сохраняет противоопухолевый иммунитет. На данной слайде на таблице приведены все основные анестетики, которые используются в анестезиологическом пособии, их влияние на иммунный статус, а также на их эффекты в отношении человека. Из того, что еще не перечислено было, можно обратить внимание на закись азота, она ускоряет развитие метастазов в легких и печени. Были получены такие данные. Морфин и фентанил ингимируют активность натуральных киллеров. Является интересным. Тромодол стимулирует активность натуральных киллеров. Ингибиторы циклоксигеназы-2 обладают антиангиогенным и противоопухолевым эффектом. Третье направление. Регионарная анестезия. При анализе данных, проводимых в Швеции исследований 655 пациентов, перенесших операцию по поводу рака прямой кишки, лучшая выживаемость была отмечена при использовании эпидуральной анестезии по сравнению с пациентами, оперированной в условиях общей анестезии. При исследовании пациентов с раком яичника также была отмечена лучшая выживаемость у пациентов, оперированных в условиях эпидуральной анестезии. Очень такое интересное исследование. В ходе масштабного исследования оперировано большое количество больных, более 4 тысяч, больных с меланомой. Все больные были оперированы в условиях региональной, а точнее даже местной анестезии, по большей части. И по мнению исследователей, что операция в условиях местной анестезии является независимым предиктором снижения риска рецидива рака. Вот у нас в институте онкологии не заставить хирургов оперировать даже самую маленькую меланому не под местной анестезией. Вот это исследование, оно такое очень известное и очень показательное, приводится к 2008 году. Это исследование проведено на пациентах с раком предстательной жены, которым проводилась открытая простатоктомия. Наблюдение проводилось достаточно долго, с 1994 по 2003 год. Было обследовано 225 пациентов, одни применяли общую анестезию, а другим эпидуральную анестезию, эпидуральное сочетание с общей. Группы пациентов, входящие в группу, были практически одинаковые, и у них не было различий. Они были примерно одинаковы по возрасту, учитывая все, и возраст, и пол, и даже характеристики пасов. И гемотрансфузия. И выяснилось, что риск развития рецидива рака на 57% был ниже в группе пациентов, получавших эпидуральную анестезию и анестезию, по сравнению с группой, оперированной в условиях общей анестезии. В связи с этим исследователи решили, что региональная анестезия и анестезия снижают выраженность или профилактируют развитие периперационных факторов, способствующих прогрессированию заболевания после удаления первичной карциномы. Однако есть и другие данные по поводу использования региональной анестезии у онкологических альнов. Так, на основании Кохрановского метаанализа исследователи не нашли различий между использованием и неиспользованием региональной анестезии у оперированных онкологических больных и их влияние на дальнейшее продолжительность жизни. Также не было, при том же исследовании у тех же больных при приведении простатектомии открытой, вертик не нашел различий общей анестезии и эпидуральной на дальнейшую выживаемость. При определении связи между переменением переоперационной эпидуральной анестезии и риском развития рецидива у больных раком толстой кишки были рассмотрены истории 669 пациентов, перенесших операции по поводу колоректального рака в период с января 2000 по март 2007 года. Исследования не обнаружили связи между использованием эпидуральной анестезии и чистотой развития рецидива рака. Несколько лучшие результаты были только получены у пожилых пациентов, но видимость тем, что продолжительность жизни их была меньше. Неоткрываемой частью любого анестезиологического прособия является опиат. Так, морфин в клинических значимых дозах усиливает ангиогенез и способствует росту опухоли молочной железы у мышей. В другом исследовании было показано, что морфин подавляется в тактических натуральных кирилях в зависимости от дозы. Но есть и исследования, которые показывают, что морфин подавляет рост опухоли у крыс, в особенности если его давали до операции, что вероятно связано, как считали исследователи, с подавлением стресс-реакции. Финтани уже подавляет активность нормальных кирилях. Довольно часто используются анестероидные противоспалительные средства. Оказалось, что опухоли клетки секретируют простагландины, которые позволяют им уклоняться от клеточного иммунитета хозяина. Таким образом было показано, что ЦОК-2-2 ингибитор обладает противопухолем и антиангенными свойствами. Также было проведено такое интересное исследование. Женщины, длительное время принимавшие ингибиторы ЦОК-2, имеют более низкий уровень заболеваемости рака молочной железы. Однако, в другом исследовании, в третьей фазе испытания ингибитора ароматаза в сочетании с целикоксибом у женщин с раком молочной железы, показало, что нет значимого преимущества совместного использования ингибитора ароматаза с нестероидными противовоспалительными средствами. Какие же можно сделать выводы из этих уже сделанных и опубликованных исследований? Препараты, входящие в состав анестезиологического пособия, влияют на рост и метастазирование опухолевых клеток. Следствие для проведения анестезии послеоперационного обезболивания разнонаправленно влияет на противоопухолемитет, что, вероятно, может влиять на длительность безрецидивного периода онкологических больных. Проведенные фундаментальные научные исследования указывают на потенциальную пользу от использования региональной анестезии для сокращения риска развития рецидива злокаченных полей. Однако на сегодняшний день очень мало клинических доказательств в пользу этой теории. И последнее. Нет убедительных данных о том, что какой-либо метод анестезии влияет на продажу жизненной жизни оперированных в онкологических больных. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...